Всем привет! Заранее извиняюсь за столь громкое название видео, сами все-таки понимаете, жизнь ютуберов она такая. Сегодня не закликбейтил, а завтра тебе нечего кушать. Но в свою защиту я, пожалуй, проспойлерю содержание этого видео и скажу, что да, если хотите получить хорошее впечатление от Darkest Dungeon 2, то я считаю, трогать ее пока не стоит. Ну а теперь давайте сразу к сути и поговорим о том, что же изменилось в игре, что из этих изменений было в лучшую сторону, что в худшую и лучше ли будет вторая часть, чем первая. Устраивайтесь поудобнее, ну а с вами тот самый Келлин и это тот самый полуобзор Darkest Dungeon 2. Первое ключевое изменение, которое произошло во второй части, теперь это рогалик. Тут кто-то скажет, что рогаликом была и первая часть, мол, каждый данж это по сути забег, но первая часть все же была на прохождение. Взял какой-то пати, прошел им очередной данж, посадил их лечить стресс и качаться, взял других и пошел в следующий данж. И так вот у тебя игра как бы проходится. При этом ты не теряешь свой прогресс, если ты, соответственно, выжил, потому что награды ты уносишь с собой, персонажи качаются и все в этом духе. Что касается второй части, теперь вся игра это один забег. То есть вот ты выбираешь пати из четырех персонажей и затем так ими идешь всю игру. Как в каком-нибудь Slay the Spire, тут даже карта прям точно такая же. Но свои мысли о том, пошел ли на пользу этот переход, я оставлю напоследок. Давайте сначала о других нововведениях. Пожалуй, первое, что мне очень понравилось во втором Darkest Dungeon, это новая система токенов. Суть в чем, первый Darkest Dungeon очень сильно базировался на вероятности. То есть у каждого персонажа были статы меткости уклонения, шансы сделать контратаку, шансы критануть и все в этом духе. Причем шансы были из разряда 95% напопасть и такие вероятности особо ничего хорошего в игру не вносили. То есть они являются ситуацией образующими, но они не являются тактикообразующими. Ну, то есть если у тебя всего 5% шанс промахнуться, то ты скорее всего не будешь думать, типа, о бля, я промахнусь, надо сделать что-то другое. Этот 5% шанс, он меняет твою тактику только постфактум. Если ты промахнулся, то тебе придется что-то с этим делать. Но менять свою стратегию заранее ты, соответственно, не будешь. Блядь, ахуй... То есть, сука, 93% напопасть у ебучей тумбочки, ноль шанса на уклонение, 7% на промах мы, блядь, промахнулись. Во второй части добрую половину этой истории перенесли в токены Например, одна из способностей разбойника дает ему токен уклонения Токен на уклонение означает, что он увернется от следующей атаки с 50% шансом При этом токен потратится независимо от того, уклонился персонаж или нет И эта история добавляет в игру больше тактики Если раньше ты при 20% уклонении все равно бил, просто готовился при этом к худшему То теперь ты такой, ага, значит тут враги навесили на себя уклонение Значит разбойником я уйду заряжать сильную тычку Воровкой сниму токены уклонения с двоих А на следующий ход ебану разбойником критулю в 20 урона И у тебя не будет такого, что эта критуля не прошла А если воровка промахнулась, то как бы пофиг Урон там все равно маленький, главное было снять токен Помимо уклонения есть токены на резист, на доп урон На блокирование урона другим персонажам На крит, на репост, на что угодно Вообще теперь есть токены В том числе и на негативные эффекты То есть на шанс промахнуться, на пониженный урон Метки усиливающие некоторые скиллы, кстати говоря И так далее Однако не весь рандом перешел на такую систему Более того, кое-что еще и добавилось Например, теперь некоторые виды врагов, как и персонажи, имеют дездор То есть если мы опускаем их хп до нуля То есть вероятность, что они переживут эту тычку Честно говоря, не очень понятно, зачем это добавили Типа, вот я распинался про 95% на попасть А тут по сути то же самое с летальной тычкой То есть у многих врагов есть 5% шанс пробнуть дездор И типа, и чё? Не очень понятно, какую геймплейную ценность это имеет Ну да ладно, с токенами и шансами разобрались Теперь едем дальше А дальше у нас отношения между персонажами Теперь помимо позитивных и негативных перков У персонажей также есть и отношения друг с другом То есть если кто-то кого-то похилил, снял стресс, защитил от тычки Или что-то еще совместное сделал Теперь у персонажей есть вероятность, что они застакивают отношения То есть там, влюбленность, дружелюбность и все в этом духе И когда у персонажей хорошие отношения друг к другу Они начинают прокать всякие штуки Типа дополнительный хил, подснять стресс, спарировать чужую атаку Накинуть халявный токен, снять дебаф и все в этом духе И честно говоря, чем дальше ты заходишь в забег Тем больше игра начинает играть сама в себя Потому что каждое твое действие начинает сопровождаться Одним-двумя действиями от других персонажей И с одной стороны прикольно, что такая фишка добавилась Но мне кажется, что это не совсем то, как она должна работать То есть эта фишка могла быть очередным хорошим тактическим аспектом Типа ты взаимодействуешь с персонажем, который хорошо к тебе расположен И таким образом там прокаешь у него какую-то штуку Возможно было бы круто добавить какие-то парные скиллы или что-то типа того Но сейчас при правильной игре это просто фестиваль фейверков Которые просто вот постоянно прокают Ударил, кто-то тебя похилил, кто-то докинул баф И вот это все снежным комом наваливается Если играешь неправильно, то соответственно наоборот Персонажи накидывают еще больше стресса, еще больше дебафов Отказываются там что-то делать и так далее Вся эта шляпа при этом сопровождается кучей каких-то реплик, анимаций и прочей херней Которую нельзя ни скипнуть, ни ускорить Не знаю, типа эта штука, она короче удлиняет геймплей Но геймплея становится меньше И это очень странно, поскольку вся эта штука по сути контролируется одной составляющей Это уровень стресса То есть если мало стресса, значит у тебя персонажи там начинают друг с другом дружить Потом набивают эти отношения и начинают друг друга еще больше бафать Если набиваешь много стресса, они начинают наоборот руинить друг с другом отношения И начинают страдать херней Ну и в лагере еще соответственно можно накосячить, но это отдельная история А вот если бы вся эта история крутилась не вокруг шанса прока какой-то штуки, да? А вокруг каких-то вот идейных дополнений То есть какой-то скилл открылся парный Или там какой-то скилл добавляет дополнительный бонус конкретно к персонажу с хорошими отношениями Или если у культиста с кем-то хреновые отношения, то он всегда накладывает блиц своим лечением Короче говоря, я думаю что-то можно было с этим придумать или как-то хотя бы забалансить эту историю Но пока что это вот просто фестиваль фейверков Дальше разработчики также поработали над некоторыми абузами И из игры убрали висталку, порезали хилы и порезали возможность делать бесконечные бои Раньше если в бою оставался какой-то хилый противник, то опытные игроки не старались его как можно быстрее убить А наоборот, максимально тянули резину, чтобы поснимать больше стресса, побольше полечиться и так далее Здесь эту историю понерфили, и это очень хорошее изменение К примеру, лечение учебного доктора можно использовать всего три раза за бой При этом есть дополнительное условие, чтобы у персонажа было меньше 50% хп А навык, снимающий стресс, теперь имеет кулдаун то ли в один, то ли в два хода Но, короче, да, теперь он имеет кулдаун Что, кстати, важная история, потому что в игре теперь есть виды боев, в которых ограничено количество раундов То есть, вот видите, этих врагов нужно убить за пять раундов, иначе ты не получишь награду Висталку из игры убрали и, как я понял по слухам, ее даже не хотят возвращать Поскольку она всегда просто тупо хилила всю пати Честно говоря, мне кажется, это радикальным решением, потому что, ну, можно было как-то перебалансить героя Немножко поправить ему скиллы, но тут уж как получилось Да и тем более это ранний доступ, может быть, еще добавят Также очень приятной неожиданностью для меня оказались миссии за персонажей Суть в чем? Есть лорный ивент, в который можно отправить одного из своих персонажей В этом ивенте мы будем узнавать частички истории персонажей, которые сопровождаются своего рода мини-играми То есть, по сути, это как лорная записка, только она интерактивная К примеру, в одной из миссий за шута нам предстоит перепеть какого-то скрипача, применяя музыкальные скиллы в правильной последовательности То есть, выбрать, когда надо сыграть куплет, припев и все в этом духе Или вот завоителя, была довольно печальная история о том, как он повел свое войско в какую-то атаку А его подчиненные оказались в какой-то лютой дизморали И вместо выполнения приказов делали все ровно наоборот И лутали при этом кучу дебафов В награду за прохождение таких ивентов ты будешь открывать персонажам новые способности Которые переносятся из игры в игру То есть, это элемент персистент прогрессии Кстати говоря, из игры убрали прокачку кучи уровней на скиллы Вместо этого, по ходу забега, ты получаешь очки мастерства И эти очки мастерства ты внутри забега используешь, чтобы прокачать какой-то скилл Скилл можно прокачать всего один раз И некоторые из них дают весьма внушительные бонусы К примеру, один из скиллов воителя, помимо защиты, накладывает еще и минус стресс Это тоже довольно хорошее изменение Потому что, ну, качать там сто раз по единичке каждый скилл персонажей Которые при этом еще отъезжают и ротируются Это то, что было в первой части Ну, как-то такое А здесь ты, по сути, четко подчеркиваешь какой-то скилл, которым будешь активно пользоваться Также возможность прокачать навык всего один раз Хороша еще и тем, что остальные навыки не так сильно проседают в эффективности По сравнению с прокачанным То есть, если бы они качались по четыре раза То остальные навыки не было бы смысла использовать А тут ты можешь пользоваться, в принципе, всем пулом И на этом, наверное, хорошие стороны игры заканчиваются Потому что дальше мы переходим к аспекту рогалика Который, я считаю, вообще на руку игре не пошел Ну, давайте так Какая была проблема в первой части? В первой части было очень дохера гринда А еще, если ты проходишь игру в первый раз То ты, скорее всего, не будешь понимать Че вообще надо делать Куда ходить Кого куда брать И так далее Из-за чего твое прохождение может не просто занять там 50 и более часов Оно может в принципе не закончиться Как, к слову, было и у меня Я просто ходил Че-то чистил данжи Че-то качал Такой думаю Блядь, я уже наиграл 35 часов А я все еще хожу Чищу данжи И ничего интересного особо не происходит И если, кстати, глянуть на статистику по ачивкам То можно заметить Что игру прошло всего 3,5% игроков Это, кстати, занятная история Потому что все вокруг трубят о том, какая игра топ Но при этом финального босса игры увидело всего 3% игроков Но, Darkest Dungeon очень хорошо работал Если расценивать его не как вот игру на прохождение, да? А как игру Ну, блядь, это, конечно, будет обидное сравнение Но как в мобилках Тебе нехер заняться Ты зашел, пару данжей прошел Че-то там прокачал Кого-то посадил стресс снимать И вот, вроде, прикольно убил время С этой точки зрения Darkest Dungeon 1 был реально очень хорош Второй же Darkest Dungeon стал рогаликом Вот только один забег в Darkest Dungeon Длится 5, сука, часов То есть ты берешь в начале рана 4 персонажей И вот так ты пиздохаешь 5 часов одно и то же Если в первой части тебя постоянно заставляли ротировать персонажей За счет того, что у них там копится стресс и прочая шляпа То здесь ты все 5 часов просто вот берешь Каждым персонажем повторяешь одну и ту же его ебучую инструкцию Этот пахиль, этот ударь, этот наложи щит, этот там настакай и потом опять это сделай И вот просто 5 часов одного и того же Тут можно сказать, что игра сместилась в сторону Slay the Spire То есть, как уже сказал в начале видео, процесс забега здесь идентичный Вот только между шпилем и Darkest Dungeon есть большая концептуальная разница В шпиле каждое отдельное сражение, каждый отдельный противник проверяет твой билд на те или иные слабые стороны В шпиле на протяжении всего забега ты практически всегда встречаешь каких-то новых противников То есть там ящерка, змека, каменная голова, мобы, которых надо убить всех сразу и так далее Плюс ко всему в Slay the Spire ты собираешь колоду И твоя цель это максимально адаптировать колоду под все вот эти чекалки тех или иных критериев В Darkest Dungeon такого нет Банально потому, что практически все бои в Darkest Dungeon ощущаются одинаково То есть ты не особо как-то меняешь стратегию, если видишь моба там с каким-то резистом или накладывающим какую-то штуку Скорее всего, те скиллы, которые ты до этого по инструкции повторял из раза в раз, здесь тоже будут работать Максимум ты применишь их чуть позже или просто заюзаешь другую из обилок, которые практически то же самое делают Ну и плюс ко всему, в сравнении со шпилем, здесь ты никак не прогрессируешь в плане построения билда Потому что вот ты взял изначально персонажей и у них уже есть скиллы, которыми ты будешь пользоваться до конца игры У тебя есть возможность их снять и надеть другие, но по сути ты это делаешь в начале игры и дальше просто этим играешь Ты не собираешь эти скиллы в процессе забега Из-за чего вот у тебя 5 часов однообразного месила получается Плюс ко всему, теперь в игре нельзя брать мемные истории вроде 4 шутов, 4 крестоносцев и просто хотя бы 2 одинаковых персонажей Что на мой взгляд очень сильно бьет по реиграбельности и вариативности Потому что возможность брать несколько одинаковых персонажей, она давала большой такой комбинаторный взрыв Причем важная фишка Darkest Dungeon в том, что определенные скиллы ты можешь кастовать только с определенной позиции И даже если у тебя пати из 4 одинаковых персонажей, они могли делать что-то свое То есть можно было взять крестоносца как в танка, так и в саппорта, там, я не знаю Блять, меня наверное сейчас заклюют эксперты ДДшки Ну да ладно Здесь такую историю, к сожалению, забанили Разработчики также попытались разбавить однообразие боев И в промежутках между ними сделали поездку в карете Типа, я не знаю, нахрена этот элемент нужен Он просто вот растягивает игру тем, что ты вот просто едешь и просто даешь всякое говно Так Давай погнали, ахрадные буночки А чё, а, типа, ааа Да Неimanj, это что, как собой серфер что ли? И да, здесь не надо доджить всю эту историю Здесь наоборот нужно давить Потому что из этих штук выпадают всякие ресурсы Ну и, соответственно, вместо переходов по карте, как в шпиле, здесь ты поворачиваешь карету в нужную сторону. Типа, я, конечно, понимаю, что совсем сплошняком пускать вот эти бои, это был бы полный пиздец. Ну, представьте, что вместо пятичасового забега с чередованием у вас был бы условные три часа, но сплошняком однообразные замесы. Это вот как тот бирюзовый бесконечный данж в первой части, вот представьте, что вы в нём сидите три часа. Это ж полная дичь, да? И вот это, я считаю, большая проблема попытки Darkest Dungeon перейти в шпиль, потому что шпиль вот не нуждается ни в каких переходах и прочих костылях. Ты буквально вот кликаешь на карту и получаешь какой-то новый замес с каким-то новым интересным противником. При этом в течение забега ты эволюционируешь, поскольку собираешь колоду и строишь какую-то стратегию. И вот в шпиле получается наоборот, что тебе никакие перерывы не нужны, и ты наоборот стремишься увидеть следующих противников. Тебе интересно посмотреть, что там дальше. А тут, ну хер знает, ребят, я уже на третьем часу захотел просто закрыть игру, потому что я осознал, что всё, что я делаю, это буквально одно и то же. Добивает также и то, что игра на данный момент суперлёгкая. Всё, что нужно тебе усвоить, это держи стресс ниже четырёх единиц, и ты в шоколаде. Потому что если кто-то у тебя со стрессом больше четырёх, он начинает говнить, вешать дебафы, и игра начинает снежным комом усложняться. А если стресс держишь на нормальном уровне, то, соответственно, наоборот. Снежный ком начинает игру упрощать. А знаете, что ещё добивает в этой игре? Ну вот как вы думаете, чем можно ещё больше ухудшить всю эту историю? Совершенно верно, ядрёный, сука, метапрогрессий. Если что, я прошёл игру с первого забега. Но весь первый забег у тебя просто нихуя нет. А весь получаемый лут, он ещё и супер хреновый. Например, из еды ты получаешь только какую-то сраную жижу, которая даёт 10% шанс получить болезнь. А сразу же после этого забега мне открылась еда, которая не только не имеет дебафов, но ещё и лечит в два раза больше. Из обвесов кареты, которые дают пассивные плюшки, мне выпадали только сраные мешки, которые дают плюс 4 к слотам в инвентаре. При этом инвентарь постоянно забивается какими-то предметами, которые ты всё равно не будешь носить, которые нахрен дают какие-то копеечные бонусы или делают какую-то ненужную херню. Вот, например, в игре есть кулон, который даёт 10% шанс зарезистить стан. За всю игру я получил всего один, блять, стан. Один стан в игре, и тот был на последнем боссе. Ну и нахрена этот кулон спрашивается нужен? И вот такие предметы, они тебе постоянно выпадают, и ты постоянно их выкидываешь, потому что иначе у тебя карета не может ехать. Параллельно выкидываешь еду, которая постоянно что-то копится, и нахрен непонятно зачем тоже нужна, если у тебя всё хорошо и так. Параллельно скидываешь эти обвесы, потому что их у тебя уже 10 штук зачем-то тоже навалялось. И по сути из всех этих предметов ты оставляешь только хилки, антистресс и вот всякий подобный сустейн. Да, ты можешь как бы ещё добирать там, я не знаю, булаву, которая применяется и навешивает кучу бледа, но даже с учётом того, что это был первый забег, мне это вообще нахрен было не нужно. И теперь представьте, что в игре есть 50 лвлов метапрогрессии, на каждом из которых тебе насыпают всё круче и круче какие-то шмотки, перки и так далее. Плюс ты открываешь способности персонажей, подстраиваешь их друг под друга, чтобы они ещё лучше работали, и игра вообще тогда превратится в сплошное казуальное закликивание. Если уж на то пошло, она и на первом забеге такая, а что будет дальше, ну честно говоря, я даже проверять не хочу. Да, тут можно сказать, что вот лол, ты там себе настакал кучу факела, у тебя там куча бафов, у тебя все сытые без стресса, попробуй поиграть без хила, но это аргументы из разряда адвокат суперджайант. Ты играешь не весело, играй блять вот самым говном, вот им проходи игру, типа вот так будет весело. На самом деле многие вещи, которые я тут обозначил, их определённо пофиксят там с какими-то патчами и так далее, поскольку игра всё-таки вышла в раннем доступе и её будут ещё очень много допиливать, но вот что касается аспекта рогалика, у меня большие опасения, что это всё-таки шаг не туда. Потому что вот эту историю её точно не будут никак менять, потому что это концептуальное решение, и все его недостатки в виде того, что ты идёшь одним стаком всю игру, например, они все останутся. Но в то же время есть одна хорошая черта, которая добавилась с переходом в рогалик, а именно менеджмент стресса. Раньше тебе нужно было париться за стресс только в рамках одного данжа. То есть если ты дошёл до конца данжа, то тебе уже по сути пофиг, сколько у персонажа стресса, потому что ты его так и так будешь отправлять в таверну. Единственное, о чём тебе нужно было беспокоиться, это о том, чтобы у тебя не было вот сотки и двухсотки стресса. Потому что на сотке у него может прокнуть какой-то жёсткий дебаф, а на двухсотке он вообще там при смерти умирает и так далее. А здесь тебя как бы заставляют менеджить стресс постоянно, потому что у тебя эти персонажи на весь забег. И ты не можешь допустить, чтобы у них стакался стресс. Ведь, как я уже сказал, уже на четырёх единицах стресса персонажи начинают говнить и портить отношения друг с другом. Вплоть до такого абсурда, что ты убиваешь врага, а другой хорошо расположенный персонаж тильтует за то, что ты его фраг спиздил. А он при этом саппорт ещё. И ты такой, чё происходит, я чё, блять, в доту зашёл, что ли, или чё, чё за херня? А если персонаж стакает максимум стресса, то он ещё и разбивает все хорошие отношения. То есть стакать стресс здесь категорически нельзя. Есть, правда, и другая история, что вот это обязательство снимать стресс превратило некоторых персонажей буквально в кнопку снять стресс. То есть какой-нибудь чумной доктор, вместо того, чтобы наносить урон или какие-то действия полезные совершать, просто половину ходов тратит на то, чтобы держать стресс под контролем. И я не могу сказать, что это какой-то крутой прям элемент менеджмента. Потому что это буквально необходимость потратить часть ходов на то, чтобы снять стресс. Без какого-либо продолжения в виде, там, скажем, этот скилл можно применять, если у тебя меньше трёх стресса и так далее. Но если вам с этим вполне себе ок, и вас это не останавливает, то я всё равно рекомендую хотя бы парочку патчей подождать, потому что, ну, сейчас играть в игру просто нет смысла. Ведь помимо шероховатости, баланса, скучной прогрессии, упрощающей игру и прочих штук, в игре есть ещё и технические проблемы. Вроде сломанного перевода, некорректных описаний скиллов, которые будут стрелять вам в ногу постоянно, местами багнутых анимаций, поломанного интерфейса, ну, впрочем, все вот эти типичные болячки раннего доступа. Не будешь русификатор, да, это просто пить бесконечно. Russian Plural Special Case of For If A Number is 2 or 3 or, блять, 4. Or, нахуй, сходи. В любом случае, спасибо за просмотр, и если видео вам понравилось, буду рад вашей подписке на канал. Это очень важно для моего развития. Также вы можете поддержать канал спонсорской подпиской. Спонсоры второго тира получают ранний доступ к новым роликам, а также доступ в тот самый клуб. Тот самый клуб – это закрытое мини-сообщество, в котором мы играем в различные игры и обсуждаем геймдизайн в целом. И часть того, что вы услышали в этом видео, была как раз сформулирована в процессе обсуждения в нашем клубе. Так что, если вы хотели пообщаться со мной лично или даже попасть в следующее видео, милости прошу, в тот самый клуб. На этом все, и до скорых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok